С 1 июля в Чувашии вступили в действие новые тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сельхозтоваропроизводители закончили посевную и готовятся к уборочной кампании. Что показал мониторинг цен на продукты в магазинах республики? Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. В республиканской службе по тарифам отмечают изменение оплаты граждан за коммунальные услуги значительно ниже уровня инфляции прошлого года, а в Чувашии он 11,5%. Тарифы на электрическую энергию с 1 июля составят 2,98 рубля за киловатт-час для городского населения и 2,09 рубля за киловатт-час для сельского населения. Розничная цена на природный газ для населения вырастет на 13 копеек и составит 5,17 рубля за кубический метр. Для каждой ресурсоснабжающей организации устанавливаются тарифы на тепловую энергию, питьевую, горячую воду, водоотведение, и в том числе в сферах теплоснабжения 77 ресурсоснабжающих организаций, холодного водоснабжения 54 ресурсоснабжающих организаций, водоотведение 40 ресурсоснабжающих организаций. Михаил Игнатьев призвал руководителей администрации городов и районов, ответственных должностных лиц, не допускать превышения предельного тарифа. Он также подчеркнул, что количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, может быть увеличено. Средства для этого в бюджете республики предусмотрены. Сегодня различные субсидии получают 347 тысяч жителей Чувашии и 90% субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Получателем субсидий являются граждане, чьи расходы на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости, услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи. Право на субсидии имеют как пользователи, наниматели, члены жилищного, строительного кооператива, так и собственники жилого помещения. Основное условие предоставления субсидий – это отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 1 июля текущего года субсидии получили 17 663 семьи. В прошлом году у нас было на порядка 1300 меньше. В этих семьях проживает 53 842 человека. В прошлом году по итогам года было 19 300. В этом году мы ожидаем увеличение до 20 800 семей. Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 1301 рубль. И это на 16% больше, чем в прошлом году. Министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов доложил, что по итогам первого полугодия индекс производства в сельском хозяйстве составит 109%. В прошлом году было 102,5%. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Чувашской республики предусмотрен на 16-й год по состоянию на 11 июля. 16-го года составляет 2 миллиарда 319 миллионов рублей. На развитие сельскохозяйственного производства предусмотрено 2 миллиарда 63 миллионов рублей. Остальная сумма по устойчивому радиусу сельских территорий. Предельные объемы финансирования, выделенные имени сельскохозы Чуваши, в этом году на сегодняшний день освоены в полном объеме. Дополнительность федерального бюджета на развитие АПК республики поступило 45,5 миллионов рублей. Это на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, на развитие малышного скотоводства и на развитие животноводства. Обсудили ситуацию на открытом акционерном обществе Чувашский броллер. Сегодня там работают 546 человек. 36 уже получили уведомления о сокращении. Многие рискуют потерять работу. Михаил Игнатьев напомнил, что 49% акций Чувашского броллера принадлежат государству. Он констатировал, что ситуация на предприятии критическая. Все вопросы нужно решать оперативно и доводить до сотрудников предприятий объективную информацию. Было отмечено, что необходимо минимизировать убытки и не допустить, чтобы сотрудники предприятия остались на улице. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Чувашской республике в июне 2016 года по отношению к декабрю 2015 составил 102,5%. И сложился на 0,8% ниже среднероссийского показателя. По России 103,3%. На совещании были вручены и свидетельства о присвоении классных чинов государственным гражданским служащим. Надлежащим образом надо выполнять свои прямые и функциональные обязанности. Это, во-первых. Но в то же время не забывать про проблемы и про те вопросы, которые население поднимает. Поэтому надо масштабно смотреть. И, в-третьих, вы должны быть настоящими патриотами своей страны и своей малой родины. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика.